План выполнен и даже перевыполнен. В заполярном филиале Нурникеля подвели итоги работы за ноябрь. Традиционный брифинг прошел на Гвардейской-2. Исполняющий обязанности начальника производственного управления рассказал о результатах деятельности и озвучил планы на конец года. О цифрах и объемах Вера Шельпова. Весь ноябрь на переделах заполярного филиала работа шла в ударных темпах. Так предприятия минерально-сырьевого комплекса выполнили объемы добычи руды более чем на 100%. Отличные показатели и у металлургов. Выполнение плана по черновой медным заводам составило 101%, катодов медных – 102%, металлов платиновой группы в платиновых концентратах – 102%. А Надеждинский металлургический завод вообще выполнил план по производству никеля Файнштейна на 104%. Такие показатели потому, что не было крупных остановок оборудования на ремонт, и продолжает Владимир Григорчук. Так, на медном заводе всего на 10 суток останавливали первую анодную печь. На руднике Таймырской в кратчайшие сроки провели замену направляющего каната номер 1 – южной подъемной машины третьего скипового ствола. Кроме этого, проходил ремонт ленточного конвейера номер 10. А в первых числах декабря на трое суток остановили первую технологическую линию на Надежде. Ремонтировали гранд-бассейн, линию сушильного оборудования, котел, утилизатор и сам агрегат. В это же время на Талнахской обогатительной фабрике провели ремонт дробильного оборудования и конвейерного транспорта. В декабре в дальнейшем мы крупных остановок также не планируем. И в общем нацелены на стабильную ритмичную работу, на выполнение, на завершение года с выполнением наших планов и обязательств. В том, что все получится и план даже будет перевыполнен, сомнений нет, говорит Владимир Григорчук. Ноль негативного воздействия на окружающую среду. Заполярный филиал вслед за Кольской ГМК присоединился к экологической акции, проводимой по инициативе правительства Мурманской области и экологического объединения «Белонна». Цель акции – снижение неблагоприятного влияния на окружающую среду. Так, 29 ноября на весь день был приостановлен плавильно-конвертерный участок металлургического цеха в Мончегорске. И существенно снижена нагрузка на оборудование электропечного и конвертерного переделов плавильного цеха в поселке Никель. За полярный филиал подключился к АК-акции 1 декабря. В плавильном цехе Надеждинского металлургического завода на трое суток была остановлена вторая технологическая линия – печь, взвешенные плавки номер 2 и один конвертер. Обеднительная электропечь номер 3 остановлена на 7 суток. Участие в этой экологической акции – лишь малый вклад в большое дело. Нурникель уделяет большое внимание экологическим вопросам, инициирует и поддерживает различные предоохранные мероприятия. Ежегодно заполярный филиал тратит порядка 25 миллиардов рублей на охрану окружающей среды. Треть этих средств расходуется на капитальное строительство предоохранных объектов. На руднике «Октябрьский» обучают визуализации рабочего пространства и демаркации опасных зон. Занятия проходят в специально оборудованном учебном классе. Его открыли месяц назад. За это время обучение здесь прошли более 50 человек. Это работники, которые пришли на рудник совсем недавно, а также специалисты подрядных организаций заполярного филиала. Помещение учебного класса небольшое, но здесь есть все, чтобы наглядно показать, как обезопасить себя на производстве. На уроках по ТБ проводится и вводный инструктаж, и практические занятия. Слушатели узнают, насколько важны в их работе визуализация и демаркация. Маркировка опасных зон предупреждает об уровне возможной угрозы. Например, красно-белая линия обозначает опасное местонахождение. Желто-черное – малозаметное препятствие. Зеленое – проход разрешен. Специальные знаки и разметка помогут сориентироваться и оценить возможные риски. Если обратить внимание на нижний ряд, то у нас тут виден, что человек должен быть в страховочной привизии, на нем должна быть специальная одежда, специальная обувь. Он должен применять средства индивидуальной защиты органов слуха, глаз, и также на нем должны быть защитные перчатки. На руднике октябрьский треть выполняемых работ – это работы на высоте. Осмотр стволов, взрывные мероприятия, ремонты подкрановых путей проводятся только с использованием страховочного оборудования. Как им пользоваться, здесь расскажут и покажут. В учебном классе среди наглядных пособий есть страховочные и тросовые привязи, анкерные линии – все самое современное. Сейчас закупается очень большое количество приспособлений от падения с высоты и тому подобное. И люди не успевают за этим потоком информации. Для того, чтобы показать им практичность и метод обведения работ на высоте, было принято решение. Все используемые средства индивидуальной защиты, падения высоты, которые у нас применяются на заполярном филеаре, здесь представить. Как работает страховочная привязь, показывают на манекене. Оборудование нового типа. Точка крепления находится не на поясе, а на уровне лопаток. До этого использовались привязи более старого типа, так называемые предохранительные пояса. Теперь мы от них отказались и сейчас используем страховочную привязь, которая у нас является более безопасной за счет того, что она при падении человека не травмирует. На стендах и средства индивидуальной защиты, которые применяются в подземных условиях, и приборы контроля физического состояния работников. Как говорится, смотри, пробуй, если есть вопросы, спрашивай. Специалисты уверены, лекции и практические занятия не пройдут даром. Обучение демаркации и визуализации – это еще один шаг к снижению травматизма на предприятиях заполярного филиала. Норильск «Газпром» порадовал своих работников, а заодно и жителей Тухарской тундры. В поселке Мясояха открылся новый блок торгового обслуживания, а это магазин, столовая и пекарня. Данный проект направлен на улучшение социально-бытовых условий газовиков. Кроме того, по традиции, в числе постоянных посетителей столовой и магазина – коренное население. Уютный зал новой столовой рассчитан на 24 посадочных места. В составе пищевого производства – 5 цехов. Установлено и новое оборудование – холодильные прилавки, витрины шкафы, электроплиты, пекарские печи, линия раздачи. Все это позволит увеличить ассортимент привычного для газовиков меню. Существенно отличается от прежнего и новый магазин. В помещении больше, выбор товаров богаче. Блок торгового обслуживания – это модульное здание. Его основанием является каркас из металлических труб, что позволит в случае необходимости переместить блок на новое место без разборки и с минимальными затратами. Обошелся новый проект в 55 миллионов рублей. Это очень нужное вложение. Прежняя столовая послужила газовикам почти 40 лет. Норильской обогатительной фабрике – 70. Юбилейные торжества прошли во Дворце культуры. Лучших работников предприятия наградили знаками за профессиональное мастерство, почетными грамотами и благодарственными письмами. Поздравила юбиляров первая вице-президента урникеля Сергея Диченко. Все подробности у Веры Шалеповой. В Большом зале Дворца культуры собрались те, кто стоит за миллионами тонн переработанной руды и высокими показателями. С 70-летним юбилеем новых работников предприятия поздравил первый вице-президент урникеля Сергей Диченко. Сегодня, в этот день, от себя лично и от руководства компании позвольте мне поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд и пожелать вам всех человеческих благ и уверенного взгляда в будущее. История Норильского обогащения начиналась именно с НОВК. В 1945 году был разработан комплексный проект фабрики. Первую очередь запустили три года спустя, в 1948. На тот момент она была не такой большой, но очень значима для развития местной металлургии. В советское время с НОВК работали ведущие научные институты. Все передовые идеи опробовались именно на Норильской фабрике. Так, благодаря технологии, внедренной в 1973 году, на НОВ стали извлекать до 98% металла, более экономично вести разделение медного и никелевого концентратов. К тому же, ноу-хау удешевило переработку сырья и облегчило труд обогатителей. Сегодня НОВК перерабатывает весь объем вкрапленных руд, медистые руды Октябрьского и Толнахского месторождений, бедные обороты с медного завода. На протяжении всего этого периода Норильская фабрика являлась самым важным звеном в цепочке заполярного филиала и гордилась своей операционной эффективностью. Гордость каждого предприятия – это, конечно, люди. На торжественном вечере передовики обогатительного производства получили заслуженные награды. Трое сотрудников были удостоены знаков отличия за профессиональное мастерство. Еще 26 человек отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами от руководства города и компании. В числе награжденных была и Светлана Крупина, аппаратчик участка сгущения никелевого концентрата НОВК. К этой именно профессии я пришла по закрытию никелевого. Работала я также на никелевом аглоцехе, машинистом конвейеров, фильтровальщиков. Но по закрытию я не захотела покидать свою любимую, пускай кусочек маленький, аглофабрики. И решила остаться, перейти аппаратчиком плюс перей. У НОВК обогатительной фабрики большие планы на будущее. В перспективе НОВК будет перерабатывать в храпленную руду заполярного, которая содержит металлы платиновой группы. Чтобы все получилось, на фабрике изменят технологию обогащения и модернизируют оборудование. Стартовал 9-й профориентационный конкурс «Мечтая о будущей карьере». В нем участвуют более сотни норильских старшеклассников и студентов индустриального института. В разгаре практически этапа. Начался он с тренинга «Наши ценности в работе и жизни». С теми, чьи дипломы о высшем образовании точно не будут пылиться на полках, пообщалась Александра Молодцова. Что такое культура человека, как строится система ценностей, какая она корпоративная культура, об этом рассуждают те, кто пока только мечтают о будущей карьере. Первоначально культура человека – это система ценностей, принятая обществом. Также это нормы приняты обществом и возможность, а также способность их оценивать и следовать теми. Участников тренинга разбили на пять команд – горняки, строители, энергетики, механики и металлурги. Каждая представляла самые востребованные специальности в заполярном филиале и основные кафедры индустриального института. Дмитрий Шишев учится в 10-м классе 48-й гимназии. 16-летний парень уверен, что конкурс «Мечтая о будущей карьере» – хорошая площадка для знакомства с будущей профессией. Как нам сообщили об этом мероприятии, я загорелся идеей. Я загорелся тем, как я хочу построить свое будущее. Данное мероприятие позволит мне приобрести опыт, который мне пригодится в будущем, для получения хорошей профессии, например. Тренинг «Наши ценности в работе и жизни» впервые провели летом. Участниками стали ТОШевцы. Отзывы были положительными, поэтому тренинг включили в программу всех профориентационных мероприятий компании. С него стартовал практический этап нынешнего конкурса «Мечтая о будущей карьере». Его участники только в начале большого пути, но уже знают, какие в случае победы получат преимущества. Участие в конкурсе им дает возможность получить дополнительные баллы к единому госэкзамену. И они знакомятся с кафедрой, на которую хотят поступать, знакомятся с преподавателями. Когда они приходят в институт, они быстрее адаптируются. Впереди у участников профориентационного конкурса подготовка и защита исследовательских проектов. Темы для них разработали преподаватели индустриального института. Результаты своих исследований команды представят 18 января. А 31-го состоится творческий этап, по завершению которого объявят победителей. В субботу на открытой арене «Лужки-клуб» стартует двухдневный турнир с участием самых титулованных хоккеистов ЦСКА, Динамо, Спартака и Крыльев Советов. Он пройдет при поддержке компании «Нурникель» и будет посвящен 100-летию с дня рождения Анатолия Тарасова. Игроки выйдут на лед, форме и дизайн которой создан по мотивам экипировки четырех московских клубов 60-70-х годов. За Кубок Легенд будут бороться Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Косатонов, Игорь Ларионов, Виталий Прохоров, Сергей Бабинов, Владимир Малахов, Виктор Шалимов и многие другие. Телеканал Матч ТВ 9 декабря проведет трансляцию финала. По оценкам последних исследований, хоккей становится одним из самых популярных видов спорта в России. Уровень интереса к нему растет. На это в частности нацелен и подписанный в октябре 2018 года договор о партнерстве между Нурникелем и Федерацией хоккея России, направленный на развитие программы «Красная машина». Ее цель – поддержка спортшкол, подготовка и повышение квалификации тренерского состава, проведение детско-юношеских турниров и мастер-классов для юных спортсменов в регионах, где расположены производственные активы Нурникеля. Президент компании и глава холдинга «Интерос» Владимир Потанин активно тренируется уже несколько лет. Регулярные тренировки и отличная физическая форма позволяют ему результативно выступать на турнирах Кубка «Легенд» и матчах ночной хоккейной лиги. Нурильчане надеются, что ночная хоккейная лига в следующем году доберется и до нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok